Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Сегодня 25 мая 2019 года, а значит, что сегодня своего рода юбилей. Потому что ровно два года назад, 25 мая 2017 года, прошла та самая знаменитая конференция, которая и стала поворотным пунктом в истории компании. И в данном видео я предлагаю вспомнить, как это было, а также сделать обзор тех событий, которые произошли за эти два года. Как видите, я нахожусь на официальном канале Quest World Official, на который подписано 22 500 человек. И давайте с вами немного прокрутим вниз. И найдем конференции 2017 года. И здесь мы как раз видим прямой эфир Quest World из Мадрида. 25 мая 2017 года. Вначале выступил господин Гелоберт и поделился позитивными новостями. Например, он рассказал о том, что компания открывает представительство в Стамбуле. Также он сообщил радостную новость, что открывается представительство в Москве, а 3 и 4 июня в Москве пройдет большой лидершип на 3000 делегатов. Также он объявил о проведении лидершипа во Вьетнаме, а также сообщил, что компания подписала контракт на открытие представительства в Казахстане. Безусловно, это очень радостные, приятные новости. После этого он передал слово господину Рабалу. Рабалу, как обычно, читал заранее заготовленный текст по бумажке, рассказывал о том, что компания стремительно движется в направлении финтек, то есть развития криптовалют. Рабалу рассказал о грандиозных планах открыть представительство Агам в каждом городе, иметь 10 миллионов довольных клиентов по всему миру, напихал здесь логотипов разных банков, видимо, для солидности. Выводить деньги со счета Агам можно будет через банкоматы по всему миру. У каждого в кошельке будет карточка Агам. Средствами из кабинета Агам можно будет оплачивать онлайн покупки, а также переводить средства на банковский счет. Итак, это были грандиозные планы компании, а дальше Рабал рассказал о том, с какими сложностями компания сталкивается. Во-первых, существующая лицензия на финансовую деятельность в республике Кабо-Верда не позволяет работать во всех странах, потому что в разных странах разное законодательство. И поэтому в каждой стране Агам будет открывать официальные представительства и получать лицензию для того, чтобы работать официально. Рабала сообщил, что уже в четырех странах были проведены переговоры с банками, и банки поставили условие, что клиенты в каждой стране должны быть отделены от клиентов в другой стране. Итак, головная компания Агам в Кабо-Верде открывает представительство в четырех странах. Германия, Польша, Казахстан, Украина. На следующем слайде была показана в качестве примера структура работы компании в Германии. Здесь можно увидеть соглашение с платежной системой OkPay, соглашение с AdvoCash, соглашение с банками и так далее. Все очень круто. Ну а дальше Рабала делает следующее объявление, что поскольку необходимо разделить клиентов в Германии, Польше, Казахстане и Украине, компания временно приостанавливает финансовые операции для клиентов из этих стран. В связи с этим на время работ отдела программного обеспечения в этих четырех странах будет временно остановлена работа некоторых функций кабинетов. Эти функции я их перечислю. функции пополнения и снятия средств, функция покупки портфелей и функция внутренних переводов между счетами. Данные функции будут временно отключены до 12 июня и только в странах, в которых мы сейчас будем получать лицензию. Я еще раз повторю названия этих стран. Это Германия, Казахстан, Польша и Украина. С 12 июня все описанные функции будут завершены, работа с кабинетом будет завершена и все функции в Германии, Казахстане, Польше и Украине, все функции кабинетов будут включены в обычном режиме. Так, еще раз повторю. 12 июня работа с кабинетом будет завершена и все функции будут включены в обычном режиме. Будут запущены следующие функции. Функция работы с внутренними переводами, функция покупки портфелей, функция пополнения и снятия денежных средств через платежные системы, функция пополнения и снятия денежных средств через банковский перевод. Функция пополнения и снятия денежных средств через банковский перевод, сказал Рабала. До этого момента, до 25 мая 2017 года, я ни одного видео про Квестру не записывал, потому что компания, в принципе, платила и свои обязательства перед инвесторами выполняла. Но, когда компания объявила о том, что она блокирует вывод для тысяч инвесторов, я решил записать об этом видео и буквально на следующий день, 26 мая, его записал. В своем видео я обратил внимание на то, что компания заблокировала вывод для тысяч инвесторов из четырех стран. И если кто-то рассматривает вариант инвестирования в эту компанию, то лучше быть осторожными и как минимум дождаться 12 июня, чтобы удостовериться, что компания действительно выполнит свои обещания. В комментариях к моему видео сразу же прибежала толпа адептов Квестры, которая сразу стала доказывать, что я ничего не понимаю в инвестициях, что я негативщик, что это временная ситуация. Компания, наоборот, заботится об инвесторах. Она планирует открыть представительство в этих четырех странах, получить лицензии, работать легально, и все инвесторы смогут выводить свои средства прямо на банковские карты. Но наступило 12 июня, и ни вывода на платежные системы, ни вывода на банковские счета, как обещал Рабала, так и не было открыто. Все это оказалось враньем. 14 июня 2017 года прошла еще одна конференция, на которой господин Рабала сообщил, что поскольку разделение баз данных в Германии, Польше, Казахстане и Украине заканчивается, то компания переходит к легализации работы в следующих четырех странах. Это Австрия, Бельгия, Швейцария и Словакия. Легализация, так это называется. Поэтому, начиная с 14 июня, вывод был заблокирован уже для инвесторов из восьми стран Европы. 19 июля 2017 года прошла еще одна конференция, на которой господин Рабала подробнейшим образом расписал, как будет проходить открытие собственного банка компании Агам, Атлантик Банк. И согласно графику, во втором и третьем кварталах 2017 года должна начаться и проходить подготовительная работа, а с четвертого квартала 2017 по второй квартал 2018 уже непосредственно создание банка. И начиная с третьего квартала 2018 года, а третий квартал это июль, август и сентябрь, банк, по идее, уже должен полностью функционировать. Вот здесь по-английски так и написано. The bank is fully operational. Ну как, ребята, функционирует банк Агам? Выводите вашу прибыль на банковскую карту с 2018 года? Когда я в своих видео обращал внимание на то, что в компании начались серьезные проблемы, инвесторы из тех стран, где выплаты еще продолжались, мне говорили, это все ерунда, у нас все работает, у нас все платится. И вот, 31 июля 2017 года компания делает следующее объявление. Atlantic Global Asset Management официально уходит в незапланированный отпуск в связи с изменением 1 августа 2017 года программного кода в сети Bitcoin и остановки работы Bitcoin-бирж. Временно приостанавливает свою работу с биржами-партнерами и работу всех финансовых операций внутри компании по вводу и выводу средств и начислению прибыли клиентам по условиях их портфелей. Фактически с 1 августа 2017 года вывод был заблокирован во всех странах мира. После окончания отпуска 22 августа 2017 года прошла еще одна конференция, на которой господин Рабала рассказал интересную вещь. Оказывается, поскольку компания планирует активно развиваться в сфере криптовалют, в сфере финтек, а к большому сожалению в Европе народ очень консервативный, не понимает криптовалюты, не пользуется криптовалютами. Поэтому компания вынуждена разделиться. В Европе и в СНГ инвестиционная компания теперь будет 5WINs Asset Management. Она будет работать по старинке, будет работать с компаниями. А вот Atlantic Global Asset Management будет работать во всех других странах мира, потому что там понимают и соображают в криптовалютах. То есть в Европе народ отсталый, он не понимает, что такое криптовалюты и не пользуется. А, например, в Африке, в Зимбабве, в Бурундии и многих других странах там люди очень продвинутые. Они все прекрасно знают о криптовалютах и прямо с мобильного телефона переводят друг другу биткоины. И, в общем, все страны мира делятся на две части. В Европе и странах СНГ работает инвестиционная компания 5WINs Asset Management и рекламный брокер QW Leonora Swiss Consulting. А во всех остальных странах продолжает работать Atlantic Global Asset Management и рекламный брокер Quester World. Во время конференции были даже продемонстрированы регистрационные документы компании QW Leonora Swiss Consulting SA, датированные 22 июня 2017 года. Для компании 5WINs Asset Management был создан новый сайт, партнером были созданы новые кабинеты. Господин Рабало сообщил, что 5 сентября 2017 года платежные системы 5WINs Asset Management должны быть подключены. С 5 сентября, когда мы подключим платежные сервисы в ваших новых личных кабинетах, появится функция пополнения и снятия средств через платежные системы. А еще чуть позже функция пополнения и снятия средств через банковский перевод. Но наступило 5 сентября и никаких платежных систем, никакого вывода ни в 2017, ни в 2018, ни в 2019 году так и не было подключено. Интересно, что в Atlantic Global Asset Management, то есть во всех странах кроме Европы и СНГ, выплаты какое-то время продолжались. Чтобы не делать видео слишком длинным, на этом я первую часть своего обзора заканчиваю и в ближайшие дни загружу продолжение. А вы следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.